Только что закончился финал и у нас победители. Блайчик, Блай, поздравляем тебя еще раз. Сколько раз ты уже получал поздравления за этот вечер? Ой, много. Приятно? Не надоело? Да, конечно, приятно. Всегда приятно. Это твой первый, такая вот крупная победа именно национального масштаба, ну вот в рамках Украины. Ощущение, просто ты вот достаточно долго играешь в StarCraft 2 и вот тут прям всех победил. Эйфория такая, просто до ужаса, реально, я просто... Я встал, вот, доиграл, голова-то кром. Я еле спустился, сел. А стоило ли затягивать? У тебя же вроде была возможность закончиться в первой серии. Не пожалел, когда вторая началась? Ой, так тяжко, такие карусели, блин. Рачок, рачок, рачок. Он умеет. Карусели такие, я первую игру выиграл, потому что думаю, все, 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 сейчас, сейчас, сейчас. И там, вот, закопочка, блин. А вот как такое произошло вообще? Казалось бы, все, дожил до закопки, все. Или как ему удалось задавиться? Я по ошибке заказал 10 дронов во время атаки. Это привычка или ты уже думал, что отбился? Зерезкая привычка, на тебя нападают, надо дронов делать. Ну, сделал бы рачей, отбился. А так я дронов сделал, и у меня газа не хватило, потому что я забыл газилку сделать на второй базе. У меня было две газилки, я потратил два грейда на скорость и на закопку, и выходит, слишком много газа потратил, и не было газа на рачей. То есть у меня там 15 рачей было на 6 сталкеров, потом до варп еще 7, и уже 15 на 13, а это печально. Скажу честно, очень многие не ожидали, что ты одержишь победу, ты как-то специально готовился. То есть были вот фавориты, типа там Касса, опять Фраер, может быть Стрелок, очень много сильных игроков, которые чаще всего занимали. Что было в этом турнире такого, или может быть в подготовке к этому турниру? Что было, ну, иначе, чем раньше? Иначе, две недели назад у меня появилось желание играть. Вот просто с нуля я так, хочу поиграть. И я играл две недели, я тренировался со всеми. Когда я увидел, что у меня протас, Фраер, я понял, что надо тренироваться с протасами. Я переиграл со всеми почти протасами. Грубо говоря, со всеми, кроме Вайтра и Фраера, СНГ. С Титана много. У него, кстати, хороший такой ПВЗ. За счет этого, выходит, убил протасов. То есть, ну, благодаря тому, что тренировался... Ну, действительно, я играл по 30 игр в день. И за последние 4 дня я сыграл где-то 100 игр с протасами. Вот я чемпы почти не играл. Я обычно играю много, а в этой неделе я почти не играл. Я вот играл с протасами, тренился, 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 тренился. В конце концов, вот результат. Конечно, все равно повезло многое. На многих чемпах мне просто не везло там. Я, например, когда поехал в Данию, у меня сетка была халявная. Я там тогда с протасами расправлялся вообще легко. Это я сейчас не знаю, что мне делать. А тогда я очень все хорошо делал. Но я тогда умудрился подхватить простуду. И причем такую, что я с температурой играл. То есть, мне было плохо. Там где-то не повезло со стратой. Там где-то коинфлип не так. То есть, в принципе, наконец-то везение. Везение было мое. С Вайтра очень сложные игры. Особенно вот в Винерах третья. В принципе, легче всего было со стрелком. Потому что он как бы играл свою тему. Про которую я уже знал. Потому что мы с ним играли на Асусе, на отборах. И я его тогда, в принципе, без особых таких напрягов выиграл. Одну карту отдал, но там по моей глупости. А тут я так легко расправился. В принципе, сейчас у меня с терринами хорошо. Поэтому так и вышло. А вот с протасами я не знаю, что мне делать. Вот я и импровизировал все... А-а-а, сколько? Один сыгр. Просихата. Которую я придумал ночью. У тебя сейчас должна быть мотивация появиться тренироваться к финалу. То есть, кроме призового фонда, еще квота, да? Там и с ВЦГ близкие даты. Очень много всего одновременно проходит. Когда собираешься приступить к тренировкам? И действительно ли появилась больше мотивации тренироваться? Я пока не знаю. Вот я вот приеду, гляну, то есть, дома там отметим день рождения моего отца. А потом уже с понедельника начнут трениться, я думаю. Хотя, может быть, даже завтра за так поиграю. Игофо, я так, я не могу их пропускать. Мне аж нужно, нужно что-то играть. Ясно. Ну, напоследок, болельщикам... А, кстати, можно про болельщиков, наверное. Поддержка. Было ли слышно комментаторов? Такой вопрос. А-а-а... И... Как тебе поддержка зала? Комментаторов было слышно, как такой нойз. Знаешь, как... Постоянный шум такой... Это, если честно, немного сбивало. Но после первой игры я настроился уже, и, знаешь, как... Блокатор. Это как если девушка слишком много разговаривает. Блокатор включается, и... Да-да-да. Опыт уже есть. Поэтому, ну, в принципе... Поддержка хорошая. Ну, напоследок тогда. Кому хочешь, что хочешь, передавай. Спасибо всем, кто за меня болел. Это естественно. Я... То есть... Следите за мной в Твиттере. Acer Bly. На Фейсбуке тоже Acer Bly. Стараюсь, выступаю за команду Acer всячески. Спасибо команде Acer за поддержку. Я скоро, думаю, поеду на Asus. Если, конечно, не облюнюсь. Потому что у меня там виза осталась 18 дней, и я хочу растянуть. Растянуть на точно важное чемпо. Хотя после такого достижения, думаю, что скорее всего нужно ехать. Ну, и спасибо, кстати... Кстати. Спасибо отцу за то, что он меня поддерживает. Он действительно смотрит все стримы. Папа с мамой сидят и смотрят стримы. Даже бабушке дядя включил. Все следят, все болеют. Всем спасибо, все поддерживают. Отлично. Спасибо, Good Game. Спасибо тебе за красивые игры. Все.